Продолжим строительную тему. Я представляю проект Бетонатор, тоже реальный сектор и результат наших трудов уже вполне себе осязаем. Вот я держу в руке фрагмент стены домов будущего. Эта стена напечатана бетоном на 3D принтере. Немного о нашей технологии в коротеньком видео. Цифровые технологии преобразили мир. Сравните. Производство. Транспорт. Связь. Но процесс строительства во многом остался прежним. Поэтому мы изобрели Бетонатор. Строительный 3D принтер с изменяемым рабочим полем. Он может печатать здание бетоном прямо на фундаменте. 3D печать пока не нашла широкого применения в строительстве из-за ограниченной рабочей зоны принтеров. Мы решили эту проблему. Бетонатор устанавливается на фундамент или перекрытие этажа. В зависимости от длины здания путем добавления опорных модулей можно наращивать зону печати. Изменяется не только длина, но и ширина строительной площадки. Теоретически можно добавить неограниченное число модулей, поэтому можно назвать наш принтер бесконечным. Его легко транспортировать и монтировать на строительной площадке. Точность и скорость его работы поражают. 3D печать в строительстве позволяет устранить человеческий фактор, а значит повысить качество и снизить расходы. Разметка, монтаж и демонтаж опалубки. Заливка бетона. Кладка. Интеграция коммуникаций в стены. 3D печать заменяет сразу несколько технологических процессов. Скорость, качество и экономия. Отсутствие строительных отходов. Все это бетонатор. Наш принтер позволит реализовать самые смелые архитектурные проекты. Напечатай себе дом. Бетонатор.ком Тема сейчас вызывает огромный интерес во всем мире, даже уже на правительственном уровне. Вот, например, это Дубай. Там принята программа, что к 2030 году 25% домов должно быть напечатано на 3D принтере. И они большими шагами к этому идут. Вот они уже напечатали первый дом. Правда, этот напечатан дом был в Китае и привезен туда. Но неважно. В нашей стране тоже некоторые компании движутся в этом направлении. Уже напечатано как минимум два дома. Вот слева небольшой дом 38 квадратных метров был напечатан. Кстати, при участии некоторых материалов из компании Технониколь. И дом 100 с лишним метров. Вроде бы все хорошо, но у желтенького домика 38 метров. Ну, как бы не каждый захочет там жить. Большой дом был напечатан кусочками в цеху. И потом на стройплощадке собирали его там на месте. Проблема у всех одна. Ограниченная зона рабочих принтеров. Мы эту проблему решили. Можем реально большой дом отпечатать прямо на фундаменте. Это наш тестовый фундамент. Там 10 на 8 метров. Буквально две недели назад мы уже залили фундамент под реальный дом. То есть это реальный заказчик. Там 130 квадратных метров. Мы его будем печатать прямо целиком. Мы не нашли пока хорошего инвестора. Поэтому решили пойти путем краудфандинга, как это сейчас эффективно кажется. Выходим на ICO. Каждый может сейчас пройти на этот сайт, посмотреть, зарегистрироваться там, потому что сейчас при ICO. Каждый может туда инвестировать. На выходе получить по крайней мере 50% через 4 месяца. Для инвесторов есть хорошее предложение. Тот, кто нам покроет маркетинговые расходы на проведение полноценного ICO. Это сейчас где-то стоит порядка 600 тысяч долларов. Спецпредложение. Можем поговорить. То есть по выходу реальному на ICO можем удвоить. Ну то есть можно сделать два конца. Окей. Хорошо. Можно удвоить, а можно и пролететь с 600 тысяч. Но это же гипотеза. Риск. Но только почему-то риск принимает на себя инвестор, а не вы. Или инвестор это всегда такой лох, который должен принять на себя все, а вы такие красавцы останетесь в стороне. Ну есть заказчики, есть технология, она работает. И разговаривая с людьми, я вижу, что интерес реально есть. Хорошо. Есть реальные заказчики, когда ему еще даже нигде не светились. Окей. Ну на малоэтажное строительство допускаю. Так что мы продаем? Ну в данный момент есть несколько вариантов. То есть можно вложиться. Давайте хотя бы начнем с двух. Ну первый я озвучил. Вкладываемся на при ICO. Оплачиваем расходы на ICO. Получаем два конца. Первый вариант. Или пролетаем. Второй вариант. Можно вложиться. Сейчас у нас разрабатывается бетонатор 2. Гораздо лучше. То есть это в производство? Производство, да. Сколько нам нужно вложить? Через сколько денег и на что? Полмиллиона на доработку этого принтера. В любом случае вы, наверное, получите интересное… Коллега, вот получим у нас немножко короче. Сколько, на что. А уж как там решат инвесторы. Может быть они не хотят развлекаться. Может они хотят на депозите держать. Итак, все. Готовы предложить долю в компании, но все оговаривается. Так сразу не скажу. Понятно. Долю в компании… Хорошо. Вы можете попасть в книгу рекордов Гиннеса, когда мы выйдем как самый большой 3D принтер. Я думаю стоит того. Вместе с нами. Нет, это вы попадете в книгу рекордов Гиннеса. Как с инвестором. А может быть у вас имеет смысл за свои деньги не включать в книгу рекордов Гиннеса, а просто купить там место за какие-то другие заслуги? Ваше право. Вы-то зачем? Ну, кстати, лично вам есть вообще спецпредложение. Не-не-не-не-не-не. Я боюсь… За бесплатно. За бесплатно. Не-не-не. Вы мне очень много должны будете. Вы не забывайте. Любое бесплатное мне предложение очень дорого. Мы вам построим дачку бесплатно. Я боюсь, что вы не просто построите, вы отдадите свои машины, квартиры и все остальное. И это будет очень дорого, чтобы вы мне построили хоть что-нибудь, даже собачью конуру. Это будет очень дорого. Поэтому вы имейте в виду. Потому что в данном случае я как строитель не буду использовать эту технологию. Это было очень плохое предложение, потому что как строитель я буду строить из другого материала. Окей. Итак, все-таки давайте финишируем. Вот последняя версия. Сколько вкладываем в этот ваш бетонатор и через сколько мы возвращаем людям деньги? Ну, про прессию я сказал. Если мы вкладываем бетонатор, тяжелая тема. Да, реально не буду врать. Понятно. Окей. Если вопросы есть… Лучше нету. Лучше нету. Все, тогда спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok